Один человек погиб в ДТП, которое произошло 13 сентября на дороге к Золчербе. По предварительным данным, водитель газа допустил опрокидывание. В результате аварии погибла пассажирка, а водитель скрылся. Госэфтоинспекция просит всех, кто что-либо знает о случившемся или месте нахождения виновника ДТП, позвонить по телефонам, которые на экране. Анонимность гарантируется. Госкомаходнадзор Тувы подвел промежуточные итоги своей деятельности за 8 месяцев текущего года. Так, за январь-август инспекторами ведомства в ходе оперативно-рейдовых мероприятий было выявлено около 400 административных правонарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания. Это не соблюдение правил охоты и рыболовства. Совсем недавно у нас окончилось уголовное дело по факту незаконной охоты с добычей двух особей косули в Тандынском районе. Дело прекращено по нереабилитирующим основаниям за деятельным раскаянием. Нарушители в добровольном порядке возместили ущерб, причиненный охотничьим ресурсом. Также у них были изъяты орудия и транспортные средства, использованные при совершении преступления. Сегодня площадь общедоступных угодий в Туве более 17 миллионов гектаров. Как показала статистика, наиболее излюбленными местами охоты браконьеров стали Пихемский, Тоджинский и Кахемский районы. Выявлены факты незаконной добычи 10 особей сибирской косули, двух зайцев и одного глухаря. Изъято 29 единиц огнестрельного оружия, из них 19 нарезных стволов. Как отмечают специалисты Госкомоохотнадзора, в настоящий момент ведется работа по переизданию Красной книги Республики. Министерством природных ресурсов, как органам, полномоченным на ведение Красной книги, ведется работа по переизданию Красной книги Республики Тува. Что могу отметить, что имеются как положительные тенденции, связанные с тем, чтобы некоторые виды животных и растений исключить из Красной книги Республики Тува, так и имеются основания для включения некоторых из видов в Красную книгу, наоборот, Республики Тува. Положительные тенденции у нас имеются по численности и устойчивому росту численности северного оленя лесного подвида, что дает нам предпосылки для возможного исключения из Красной книги. Впереди у инспекторов Тувы много работы. Начался осенний-зимний, самый продолжительный сезон охоты. Поэтому работа по выявлению фактов незаконной охоты и других нарушений природоохранного законодательства, а также охрана объектов животного мира, будет проводиться в усиленном режиме. Также в приоритете Госкомохотнадзора Тувы – работа по созданию охотничьих хозяйств на территории Республики. Республики Тувы